Наша лаборатория занимается контролем техпроцесса химико-металлургического цеха. По результатам наших анализов технологи уже ориентируются, как дальше им вести процесс по извлечению урана из отходов производства. Героиня нашего очерка – инженер-лаборант Уральского электрохимического комбината Ирина Ушакова. По собственному признанию, эту профессию она выбрала отчасти случайно, но впоследствии втянулась и поняла, что химия – очень занимательная наука. Работа лаборантом – это интересная работа, потому что интересно определить, что же все-таки находится, какое содержание какого-либо вещества в данном анализируемом растворе. Как сказать, кроссворды разгадываешь? Сегодня Уральский электрохимический комбинат – это 48% разделительных мощностей России. На предприятии производится более 20 различных номиналов обогащенного уранового продукта, которые используются в ядерной энергетике США, Франции, Германии, Китая и ряда других стран. Технологический процесс идет непрерывно. И работа химика в лаборатории контроля не только интересна, но и тяжела. Проба раствора из круга, помещение 9. Что за проба? Нужно сделать уран и карбонаты. И сколько на это времени отводится? Ну, максимум через 30 минут нужно выдать уже результат. Сложность нашей работы заключается в том, что нам нужно максимально быстро выдать результаты на участке химкометаллургического цеха. А ориентироваться приходится в считанные секунды. По названию позиции сразу же ты понимаешь, что тебе нужно провести анализ по нескольким компонентам. И все эти методики у нас все находятся в голове. Мы их все знаем наизусть. Потому что у нас, в принципе, нет времени, чтобы доставать инструкции и уже смотреть по пунктам, как это выполняется. Анализ проб идет постоянно. Всю 12-часовую смену, признается Ирина, приходится проводить на ногах, лишь изредка присаживаясь для заполнения электронного журнала. Ирина, ну как успехи? Все хорошо, все отлично. Уран и карбонаты в норме. Все идет в соответствии с технологическими параметрами. Самое главное и, наверное, самое основное в работе лаборантов – это все-таки ответственность за результат. Потому что от нашего результата зависит вся работа химкометаллургического цеха. И раз как бы от нас зависит вся работа, естественно, мы работаем командой. У нас не каждый сам по себе. Мы работаем одной большой командой. То есть мы и лаборанты, и аппаратчики, и технологи, и инженеры-химики. Мы все в одной главной цепи. О том, как Ирина стала членом этой команды профессионалов, она помнит до сих пор. Дело в том, что обязательным требованием к кандидатам было наличие трудового стажа, которого наша героиня после окончания университета не имела. Но, будучи девушкой целеустремленной, Ирина нашла способ уговорить отдел кадров УЭХК, взять ее на работу. Полгода. Сначала раз в неделю, потом два раза в неделю, потом каждый день я ходила в отдел кадров комбината. И все-таки я добилась, чтобы меня взяли. То есть измором взяли, да? Да. Можно сказать, что так. Оказанное доверие Ирина Ушакова оправдала на все 100%. За время работы она дважды выигрывала отраслевые конкурсы профмастерства, а в прошлом году стала победителем всероссийского чемпионата WorldSkills Hightech в компетенции «Лабораторный и химический анализ». Подготавливаясь ко всем чемпионатам, ты развиваешься. То есть ты не в одном направлении работаешь, ты уже можешь ориентироваться в различных направлениях, различных методик анализов. Я поняла, что мне, в принципе, это интересно. У меня какая-то внутренняя уверенность все равно была в себе, что да, я получу эту золотую медаль. После победы в чемпионате карьера Ирины Ушаковой пошла вверх. Из группы контроля технологических параметров химико-металлургического цеха она с повышением в должности перешла в группу анализа урановых материалов и параметров ядерной безопасности. В своей работе я, естественно, ценю свой коллектив, который является прям родственными душами моими, где каждый человек может тебе помочь. Я считаю, что мне вообще несказанно повезло, что я попала в этот коллектив и благодаря нему я двигаюсь вперед, двигаюсь выше. Продолжение следует...